Интерес к этой теме виден по тем дискуссиям, которые разгорелись во время первой и второй сессии, во время жаркого обсуждения того, нужно ли вообще импортозамещение или проще взять все лучшее, что есть и как-то этим пользоваться. Ну и, соответственно, позвольте представить вашему вниманию взгляд того человека, который непосредственно этим самым импортозамещением занимается, то есть взгляд полностью российского разработчика с полностью российскими акционерами, которые занимаются созданием российского и аппаратного, и программного обеспечения, и который работает и на государственных рынках, и на коммерческих рынках, собственно говоря, что важно. То есть это не будет взгляд компаний, которые пользуются только преференциями государства или которыми вообще хоть как-то пользуются. Итак, с точки зрения основных игроков, что мы видим? Мы видим, что основные игроки это естественное государство, это разработчики и это заказчики. Именно эти три больших игрока определяют успех или не успех стратегии импортозамещения в телекоммуникационной отрасли. Потому что если будет воля государства и будут разработчики, ну будут какие-то государственные проекты. С этим, к счастью, все более-менее хорошо, могло бы быть и лучше, но тем не менее здесь хоть что-то происходит. Есть разработчики и есть заказчики. Если заказчики будут покупать, будут доверять российским компаниям, тоже все будет хорошо. Ну и государство должно мягко на тех самых заказчиков поддавливать в идеале, чтобы обеспечить как минимум равные условия для российских поставщиков и разработчиков, а как максимум какие-то более удобные условия, чем для иностранных компаний, играющих на этом рынке. Потому что примеры того, как в разных странах под разными предлогами, разными способами защищают своих разработчиков, они нередки. Итак, если мы выделим основные продуктовые направления в индустрии, например, с точки зрения открытого рынка, то есть я подчеркну, открытый рынок имеется в виду телекоммуникационное оборудование общего назначения, но для разных категорий сетей. То есть, например, это могут быть ведомственные сети, это могут быть сети операторов связи общего назначения. Тут можно выделить несколько основных компонентов. Это радиочасть, это ядро с коммутацией каналов, это ядро с коммутацией пакетов, то есть оборудование передачи данных так или иначе. Это информационные системы, биллинговые системы, это традиционная телефония, транспортные решения и какие-то сервисные платформы, например. Так вот, ситуация отличается на самом деле кардинально. Потому что если мы говорим про решение, например, я начну с середины, для транспортных сетей есть конкуренция. Если мы говорим про NGN и MS, конкуренция очень жесткая. Мы, как и наши коллеги, уважаемые из нескольких компаний, бьемся за заказы Ростелекома, Газпрома, наряду с зачастую иностранными вендорами. И это очень жесткая конкуренция в реальности. А есть отрасли или сегменты отрасли, где ситуация намного хуже. То есть есть, например, решение для передачи данных. Да, есть какие-то единичные разработчики, есть какие-то маршрутизаторы, есть какие-то, наверное, коммутаторы. Но как только мы говорим про сложные решения, про коммутаторы, там, уровни агрегации, трафика, про высокоуровни, про систему обработки пакетного трафика для сотовых сетей, разработчиков – единицы. Не очень много решений на больших абонентских базах и для широкой полосы трафика. Вот, собственно говоря, уважаемые коллеги из РДП, это один из таких позитивных примеров. Ну, собственно, мы что-то делаем, но два вендора – это тоже не очень много для такой отрасли, если смотреть в среднем по миру. И решение для мобильных сетей тоже. Ситуация такая, что часть платформ, часть отраслей закрыта полностью отечественными разработчиками, но нет никаких проблем с биллинговыми системами. И отечественный биллинг, там есть несколько крупных компаний, которые отлично конкурируют, в том числе на международном рынке. А есть, предположим, решения для построения ядра сети. Мы имеем часть их в частности представлять, это HLAR, HSS, еще что-то. Да, они есть. Есть успешное внедрение. Но, допустим, для больших операторов этого недостаточно, потому что мало внедрений на больших абонентских базах, мало внедрений, ну, сравнительно мало по сравнению с большими вендорами, опять же, мировыми, мало решений ключевых инфраструктурных продуктов, что вызывает соответствующее недоверие операторов, то есть заказчиков коммерческого сегмента. Например, если мы говорим про GSM и МТС, вот желтым выделено то, что есть, серым выделено то, чего нет, и что, наверное, было бы полезно для того, чтобы строить полностью отечественную сеть. Вопрос, надо ли это, потому что поезд уже ушел, сеть построена, это другой вопрос. Но вот это пропорция, то есть 50 на 50 технически. В случае с LTE ситуация тоже, она чуть-чуть лучше, потому что чуть проще разрабатывать, на самом деле лучше стандарты, позже начали разрабатывать. Есть большое количество компонент. Не могу не поделиться радостью, недалее как позавчера разработанные нами компоненты SGW и MME в сочетании с нашим же PGW мы провели первую сессию передачи данных совместно с тестовой базовой станцией LTE Смоленского радиозавода. То есть это говорит о том, что по сути создан пакетное ядро российское и создана радиочасть российская. Понятно, что там еще делать и делать, но тем не менее это сделано. Мы на сегодня там единственные, кто это предлагает из российских компаний. И в случае с LTE есть ряд аргументов, на которых я чуть позже остановлюсь, которые говорят о том, что это надо делать и это не бег в догонку, а это в общем параллельные активности, которые вполне могут стать конкурентоспособными. Не буду подробно останавливаться на компонентах. Могу только сказать, что с точки зрения ведущих разработческих компаний, которые есть в России, у нас у всех накоплен уже серьезный опыт. 15-20 лет на телеком рынке, те, кто выжил, тот стал только сильнее. И мы, и Т8, не знаю, Питерсервис, специально из разных областей наугад беру просто компаний, которые сильны. Это говорит о том, что мы нормально можем конкурировать с зарубежными компаниями. Есть география внедрений. Например, только у Протея там порядка 30 стран, где наши решения внедрены. И эта география увеличивается, потому что, когда мы приходим к оператору, может быть, не очень большому, и в страну, не знаю, Мавритания, африканские страны, Уганда, совершенно нормально, там идет честная конкуренция. И если мы не говорим о ситуациях, когда большой вендор приходит с кредитом от своей домашней страны, где действительно делать бесполезно что-то, когда оператор развивается на свои деньги, мы конкурируем вполне успешно. Это говорит о том, что и продукт нормальный, и умение работать в рыночных условиях есть. Еще, конечно, потребовалось выстроить процессы внутри компании, чтобы нормально работала поддержка, чтобы нормально работало сопровождение версий, документирование, было что делать. Но, тем не менее, мы можем это делать, и мы готовы к этому. Те разработки в области флагманских продуктов, которые сейчас ведутся, они ведутся в большей степени в инициативном порядке, потому что, к сожалению, в прошлом году Минкомсвязи и Минтрумторг не смогли договориться о выделении каких-то внятных средств на это дело. Было несколько совещаний, но они ничем не кончились. Тем не менее, такие разработки ведутся. И, соответственно, если говорить о задачах операторов, то есть для того, чтобы эти разработки были востребованы, они должны соответствовать ожиданиям операторов, они должны соответствовать ожиданиям государства, то есть задачам операторов и государства в ближней и среднесрочной перспективе, то есть чтобы эти разработки были востребованы на рынке. Итак, у операторов основная задача – это увеличивать полосу, оптимизировать стоимость владения, оптимизировать инфраструктуру для того, чтобы быть готовыми к IoT, ну и готовиться к внедрению NB, IoT и 5G, то есть готовиться к интернету вещей. И здесь, допустим, по ряду решений отечественные разработчики вполне могут конкурировать, потому что, ну предположим, опять же, ядро или сердце сети, мобильный узел, домашний регистр, для тех показателей трафика и показателей маржинальности, которые есть для живых абонентов, картина одна, и хорошо подходит решение от больших вендоров. Как только мы упираемся в какое-то не очень вменяемое количество устройств, типа датчиков со средним доходом в 1 доллар с абонента в месяц, вся модель лицензирования, которую предлагали до недавнего времени большие игроки, она становится для операторов довольно тоскливой, и они начинают искать альтернативных вендоров. Здесь как раз есть хороший способ появиться в это время и в этом месте на рынке и предложить что-то. Та же самая история касается оборудования для передачи данных. Вот Ростелеком говорил про RDP, мы точно так же внедряем там решения, например, для трафика передачи данных, в том числе в Мегафоне, еще у ряда операторов поменьше, и мы видим, что здесь можно конкурировать очень неплохо. У государства задачи чуть-чуть другие, то есть помимо того, что обеспечивать условия развития отрасли и поддержания конкурентоспособности операторов, потому что вот Ростелеком жаловался на первой сессии, что все-таки кроме того, что его рассматривают как государственного оператора, его рассматривают как коммерческого оператора, и KPI по экономике никто не отменял. С другой стороны, государство должно создавать условия для внедрения передовых решений и услуг, и для того, чтобы внутри страны создавались решения с высокой добавленной стоимостью, а также, естественно, обеспечивать безопасность критически важных элементов инфраструктуры, в том числе для сетей связи специального назначения. Ну и обеспечивать, я тут пришлось написать три слова, максимально возможный и реалистичный уровень технологической самодостаточности. То есть уровень такой, что при этом настолько много, насколько это возможно, делалось здесь, но при этом это не приводило к технологическому отставанию. Это очень важная грань, важный баланс, мы здесь все должны понимать здравый смысл, но тем не менее этот уровень обеспечить возможно, и он будет довольно высок, потому что в России очень большой потенциал для таких разработок. Ну и, естественно, способствовать развитию отечественной разработки и производственной базы. Один из примеров, где можно применять такие технологии массово, это построение сетей, широкополосных сетей, беспроводных в интересах ведомства и других государственных структур. То есть набирает сейчас силу общемировая тенденция создания сетей радиосвязи, используем технологии LTE, русскоязычная аббревиатура МШБР, мобильное широкополосное беспроводное радио. И ситуация такова, что сейчас эти сети, поскольку они в самом начале, емкость их небольшая, технологии понятны, их можно целиком строить на базе российских решений. Никакого ущерба функционалу от этого не будет. Ну, разве что с терминалами надо будет поисследовать ситуацию получше, потому что терминалы, ну то есть любой массовый продукт в России производится тяжело болезненно и со скрипом, но тем не менее, наверное, это тоже можно решить, потому что число раций, оно все-таки меньше, чем число бытовых терминалов. Наверное, нашлись бы заводы, которые смогли бы это произвести. Это просто хороший пример комплексного проекта, который позволил бы и российским вендорам, и государству преследовать одни и те же интересы и при этом получить конкурентоспособный, в том числе и на мировом рынке продукт. То та ситуация, в которой мы находимся сейчас, я бы ее обозначил названием стеклянный потолок, потому что вроде мы все можем, вроде что-то даже удается продавать, ну и неплохо, потому что все упомянутые компании довольно успешно существуют на рынке, но единственным гарантированным потребителем отечественных продуктов до сих пор является государство. Это плюс, но этого недостаточно. То есть это огромный плюс, понятно, что было хуже, но тем не менее этого недостаточно, потому что отечественные продукты закупаются прежде всего для спецпотребителей, это силовые структуры, министерства, ведомства. Этот рынок велик, но он ограничен и часто специфичен по функционалу. Это не всегда или не в полной мере приводит к тому, что продукт, который появился в результате такого госзаказа, легко вывести на открытый рынок. Это не всегда так, потому что совершенно другие критерии цены, другие критерии бантиков, тех самых, которые упоминались там несколько раз в первой сессии. Даже некоторые ведомства и компании с госучастием, прежде всего это касается компаний с госучастием, активно закупают зарубежные телеком-решения при наличии отечественных аналогов. Есть операторы связи, по сути государственные, решающие абсолютно государственные задачи. Они целиком построены на решениях, ну не целиком, хорошо, там на 80% на решениях иностранных вендоров под разными причинами. Потому что формально, да, они не попадают под 44 ФЗ, тем более не попадают под 275 ФЗ. Они отлично работают под 223 ФЗ и не боясь закупают то, что им удобно. Это является некой проблемой, потому что тут именно вопрос менталитета, вопрос восприятия. Операторы так же, как воспринимают именно отечественные автомобили. Ну да, в принципе ездить можно, но не очень комфортно, там иногда что-то ломается. Окей, но все забыли, как те же самые операторы внедряли китайское оборудование, когда оно пришло на смену европейскому, там в 2004-2005 году. И сколько было проблем, и сколько было руганий в адрес новых вендоров. Но это было дешевле. И опять же все забыли о том, что те же уважаемые вендоры из Поднебесной начинали, не знаю, там первая сеть была построена на острове Маврикий. При поддержке, правда, при кредитах со стороны Китая, но она была маленькая, на ней было хорошо отлаживаться. То есть нужен рынок, нужен рынок и нужно доверие. Это основная, с моей точки зрения, это основная проблема, которую сейчас испытывают отечественные поставщики. Потому что при наличии доверия, при наличии готовности объективно оценивать то, что предлагается, по большому счету функциональных никаких изъянов нет. А те изъяны косметические, которые, естественно, связаны с недостаточным рынком, с недостаточной массовостью внедрений, они очень быстро устраняются при первых же внедрениях серьезным коммерческим заказчикам. Это у всех, для любых продуктов, это просто всегда так. Ну и, соответственно, четвертый пункт об этом говорит, что отсутствие массовых закупок отечественного оборудования заметно тормозит прогресс в нашем собственном развитии. Потому что, да, хорошо работать на удобном, очень комфортном рынке госзаказа. Понятно, там высокая ответственность, понятно, там, если что-то не вовремя или сломалось не вовремя, то могут открутить голову. Но там, как минимум, не требуют, чтобы все было очень удобно. Там все понимают, что что-то может периодически ломаться. То есть рынок объективно очень комфортный, очень важный, но он не до конца способствует росту конкурентоспособности. Но ситуация, опять же, разная. Есть ли риски для заказчиков? Теоретические риски есть. Но при существующей архитектуре сетей всегда можно найти способы поступенчатого внедрения. То есть, да, возможно, отсутствует внедрение на сопоставимой абонентской базе. Возможно, процедуры эксплуатации несколько уступают большим вендорам. То, что нам говорили, собственно говоря, на утренней сессии сторонники полностью открытого рынка. Но это, как я уже упоминал, все очень быстро устраняется. Если говорить про ведомственный рынок, то тут все проще. Здесь основной момент, если вендор готов соответствовать функциональным требованиям заказчика. Если заказчик готов привыкать к новому оборудованию, то все будет хорошо. Мы, например, у себя видим очень позитивный опыт работы с телекоммуникационными компаниями группы «Газпром», которые не для галочки занимаются импортозамещением, а по-честному. То есть, они говорят, господа, мы не требуем, чтобы это было как ЦИСКО. Нам нужны вот эти, вот эти и вот эти функции. Если они у вас будут работать, и это будет надежно работать, мы с вами будем работать. Это отличный конструктивный подход. И вот таких заказчиков, на самом деле, если будет много, и если коммерческие операторы будут следовать такому же принципу оценки поставщиков, то все будет хорошо. Сложности и риски для индустрии, которые не устраняются, ну, ментальными, условно говоря, ментальным самосовершенствованием, они такие. То есть, есть тотальная зависимость от зарубежной аппаратной базы. Понятно, что никто не говорит, что нужно срочно все делать самим. Это бесполезно на сегодняшний момент, но надо хотя бы понимать, что делать, если вдруг сюда перестанут поставлять микросхемы определенных типов. Что мы вообще будем делать со всем этим? Сложно конвертировать статус в бизнес, то есть статус торпа или нахождение в реестре ПО по-прежнему не дает прямых бонусов при организации закупок. Об этом очень много говорилось в утренней сессии, и Светлана очень хорошо сказала на эту тему, и другие коллеги. Поэтому нам здесь остается только надеяться на то, что ассоциации, представляющие наши интересы, и вот эти общественные организации, они смогут в хорошем смысле этого слова пролоббировать решения, которые помогут продвижению отечественных решений в отрасли. Ну и пугающие, конечно, инициативы процедуры упрощения, признания поставщика или программного обеспечения отечественным. Данная процедура никаким образом не должна подругаться упрощению, и критически важным является возможность представления поставщиком, например, исходного кода для анализа на НСДНДВ, представления подтверждения правами интеллектуальной собственности и тому подобное. Могу привести пример, когда в рамках исследований рынка решений МШБР, например, обнаружилось, что большинство вендоров управляющей командой на терминал, то есть на рацию передаются поверх HTTPS, и эти команды вендоры раскрывать не хотят. То есть никто не знает и никогда не узнает, что там передается. Хотя как бы вот все открыто, вот, пожалуйста, смотрите, говорят вендоры. Здесь же SIP, вот смотрите, ну здесь есть какой-то параметр. А что в нем? А в нем HTTPS это наша проприетарная разработка, ноу-хау, мы не можем вам это открыть. Ну, хорошо, спасибо. Поэтому в заключение резюме с технической точки зрения и технологической возможно построение сети связи, например, четвертого поколения с использованием программных аппаратов решения отечественной разработки. Этой возможности нельзя пренебрегать. Жизненно необходимо создание опытных зон, включающих максимальное число компонентов отечественной разработки для проверки их в реальных условиях, в условиях реальной эксплуатации. Необходимо более жесткое исследование нормам, о преференциях отечественным разработчикам. Потому что если эти нормы можно не применять, то их и не будут применять. Критически важным является переход на отечественное оборудование в определенных ведомственных сетях, в критических сетях, например, в тех же сетях беспроводного радио, в сетях, обеспечивающих телекоммуникационные сервисы органам госвласти и так далее. Необходимо форсирование перспективных разработок, как раз вот то окно развития тоже, которое упоминалось перед обедом, в тех отраслях, где это возможно, например, интернет вещей. В идеале, конечно, и с 5G тоже, но с 5G, например, с точки зрения радио проблема даже в том, что очень сложно купить микросхемы. Если их захотеть, надо будет год доказывать, что ты не верблю, ты не работаешь на российскую разведку, иначе тебе просто ничего не продадут. В общем, это тоже создает определенные проблемы для разработок и для исследований. Разработчики, в свою очередь, должны ориентироваться на рыночный функционал продуктов и иметь понимание о возможностях и сроках его реализации, чтобы не просто говорить «возьмите наше, потому что мы отечественные», а говорить «возьмите наше, потому что мы не хуже». Это конструктивный подход, который должен быть услышан операторами. И такой подход значительно проще продавливать, если так цинично выражаться. Должны быть обеспечены условия для честной конкуренции, ну и необходимо менять менталитет коммерческих операторов для обеспечения массового рынка отечественной разработки. Как я уже упоминал, мы говорим о том, что мы понимаем, как работать на открытом рынке. У нас есть 30 стран, где работает наше решение. Это и Африка, и бывший союз, и Латинская Америка. То есть это не понаслышке, и это абсолютно честная и жесточайшая конкуренция. Но, тем не менее, мы говорим о том, что это возможно. И мы очень надеемся на то, что в своей собственной стране мы сможем делать намного больше, чем мы это делаем сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...